Узнать, где живут молодые специалисты на селе, очень просто. Это ряд домов-близнецов, и у каждого обязательно припаркован новый автомобиль. Все это благодаря региональному правительству, которое реализует программу поддержки молодых специалистов. Который решает и другой вопрос, демографический. Отток минимальный, за такими бонусами педагоги, врачи и тренеры встают в очередь. Если бы ее не было, Алексей Корзаков вряд ли бы вернулся в село после института. На сегодняшний день самостоятельно, мне кажется, очень тяжело будет. А вот эти программы, которые помогают развиться, то есть это большой толчок в жизни маленькой своей. Потому что самостоятельно на протяжении даже 5-10 лет развиться до такой степени невозможно. Если сложить все дома, которые были построены для специалистов в разных районах, получился бы целый поселок. С шестого года в программе приняли участие более 4 тысяч человек. Причем некоторые специально получают второе высшее, по нужному для села Пропелю. Наталья Груздева по первому диплому экономист, но когда узнала о программе, училась на библиотекаре. Но, увы, в программу не попало. Сегодня у нее есть возможность лично пообщаться с ее инициатором, главой региона Валерием Шанцевым. Возможно, появится какая-то новая программа для нас. Она появилась уже. Программа называется «Социальная ипотека» для работников как раз в бюджетной сфере. Что это такое? Это льготный ипотечный кредит. Первый взнос составляет 10% от стоимости дома. Мы половину этого взноса оплачиваем сразу из бюджета. 10% каждый месяц мы оплачиваем за счет бюджета. Программа существует, только немного с другими там параметрами. Ну, я, конечно, почитаю ее, разберусь, возможно, и действительно она мне подойдет. За 9 лет в регионе ввод жилья увеличился более чем вдвое. В прошлом году сдали полтора миллиона квадратных метров. Сейчас в области активно реализуются программы «Жилье для молодой российской семьи», которая направлена на стимулирование строительства жилья экономического класса. Жилищный опрос сегодня обсуждают на уровне округа. Известно, что в этом году, несмотря на экономические факторы, в регионе построят 1,620,000 квадратных метров нового жилья. Антон Ганин, Анастасия Рябова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.